Вы вообще первые, кому я этот метеоритик показываю, если честно. Друзья, которые на месте падения искали, заряжаются кислородной энергией. Был старт дан в честь Дня Победы с нулевого километра автодорога Российской Федерации. На настоящий момент путь проделан 860 километров. Здесь мы соединились в Минске, УАЗ. Отсюда мы с Сережей побежим дальше через Белоруссию, Украину, Крым. И там уже финиш у нас будет в Абхазии, город Сухум. Действительно, кушаем мы только фрукты. Два года такой период времени. До этого сыроеденим. Постепенно, как бы мы раньше действительно, как и все, питались традиционно. Но здоровье, мое собственное, в частности, у меня в детстве бронхиальная астма, атопической формы была. У меня зрение во втором классе стало падать. Все вот это вот показывает, что надо образ жизни вообще менять. И я постепенно, вот, вегетарианство перешел к сыроедению. И вот теперь вот фрукторианство. Начинаешь чувствовать тело. Вот нас научили не верить, не доверять своему телу. А говорят, что ну ты это, сходи, сделай анализы там. Медицина, как отрасль знаний, хотят быть специалистами по традиционному питанию. А вот как человек и его тело действуют и работает на сыроедении, на фрукторианстве, они не хотят рассматривать по простой причине, потому что это бизнес, потому что они хотят, чтобы клиентура у них не уменьшалась. Они же без работы останутся. Только я начал переходить, потом на утро встаю, мне там, допустим, кашу какую-то приготовят. А вот я смотрю на этот продукт, мне неохота, я прям чувствую, что я хочу яблоко. У меня сейчас на настоящий момент это самые сочные фрукты. Апельсин, мандарин и виноград. Идет момент именно, нет никакого недоказательства никому, ничему, даже самому себе. Все способствует как раз моему развитию. И я даже специально не готовился, не тренировался для того, чтобы показать, как от профана полного можно стать профессионалом за очень короткий срок на таком типе питания. Я спортом занимался, в принципе, всегда. Ну, я уставал. А сейчас, в последнее время в спортзале, я мог заниматься, 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 управлять тренировкой, и я опять же, то есть я могу еще вторую тренировку пройти, такую же интенсивность. Почему мы приходим? Для того, чтобы там со своим пищеварительным трактом справиться, да, диету какую-то, чтобы нам помогли. А нас встречает диетолог весь такой жирный. Вопрос какой? Он что, все диеты перепробовал на себе, да, и такой опытный стал. Вот этот человек занимает эту должность, и еще сам не справишься со своими болячками, что-то рекомендует. С их точки зрения, то, что я делаю, это я бы уже давно был бы труп. Знания, которые ученые через медицину, через науку дают, они несостоятельны. И их надо пересматривать. Для меня Беларусь начиналась с границы и с местечка деревеньки Лиозных. Приготовили паспорта, думали, сейчас будет проверка какая-нибудь. Никто не подходит. Как будто бы мы и не переходили через границу, а просто какой-то населенный пункт перешли из одного в другой. Попадает в глаза природа, очень красивая природа. Я вижу, какое здесь отношение к вещам, к домам, тому, что создано руками человека. То есть здесь все аккуратненько, гладенько. Говорю, это как, показуха какая-то или это на самом деле? Сказали, нет, это действительно так. То, что по факту вот так вот показывается, это на самом деле так и есть. К этому стремятся. Доброта, гостеприимство белорусов очень такая глубокая. Здесь люди отзывчивые просто. Например, если в городе каком-нибудь в России подойти и попросить телефон, позвонить, то там на тебя так посмотрят, как бы ты так... Нет, как бы я тебе не дам. А тут подошел я, был в Витебске, такой, какой номер? Ну тут же, тык-тык-тык, набрал, дал, на, держи, разговаривай. Вот Беларусь, так как у нее этот весь опыт еще и развивался, накапливался еще больше, он махом быстро распространился на всю Россию. Человек, который вот так вот путешествует, он большую работу проделывает. На благо людей, на побуждение их к изменению своей жизни. Образ жизни этот, он позволяет не стареть, а наоборот, и молодеть, и обретать силу все больше и больше выносливости. Редактор субтитров А.Семкин